приветствую вас дорогие друзья сегодня я вам покажу очень интересную процедуру которую можно проводить дома это фракционная мезотерапия даже если вы не делали никогда такой процедуры то наверняка слышали раньше эта процедура проходила исключительно в кабинете у косметолога сейчас благодаря новоявленным гаджетам все это значительно причем экономия наши средства и время можно проводить дома эта процедура по сути она основана на тех же принципах что работа мезороллера я думаю что мезороллер более знакомая тема для многих но отличие есть значит процедура фракционной мезотерапии дома проводится с помощью дерма пена ну недаром такое название ручка да то есть похоже на ручку сейчас вам все подробно расскажу значит смотрите да они похожи по принципу воздействия но есть основные отличия ну во первых в дерма пене идет автоматическая подача игл далее там можно регулировать скорость частоту проколов и также можно регулировать длину и выхода иглы и самое главное что дерма пеном очень удобно прорабатывать такие труднодоступные зоны как крылья носа как носогубки в отличие допустим от того же мезороллера ну самое главное что принцип у них одинаковые воздействия за счет микропроколов которые они образуют у нас на коже запускаются естественные обменные процессы которые с возрастом замедляются какие конкретно косметические проблемы допустим корректирует дерма пен ну прежде всего это возрастные изменения и все что связано с этим это и сниженный тургор это и сниженная плотность кожи это такая дряблость это серый тусклый цвет лица далее это расширенные поры это пигментация это птоз и гравитация и вот как следствие вот эти все поплывшие овалы лица это устранение последствий допустим от пост акне это если у вас есть целлюлит растяжки и даже очень хорошо дерма пен работает на коже головы и борется с аллопеции если подобрать правильный мезококтейль сыворотку то можно добиться очень неплохих результатов с помощью него но собственно как и для работы на лице или на теле сыворотка тоже играет значительную роль я лично приобретаю у матриджин сыворотки мне они очень нравятся они есть разные значит сегодня допустим я буду использовать вот такую сыворотку смотрите здесь входит очень много растительных экстрактов здесь очень много входит аминокислот витаминов это сыворотка мульти такая функциональная и она подходит для любого типа кожи она замечательно увлажняет она уплотняет кожу и она высветляет кожу она выравнивает тон лица я вижу результатом мне очень нравится так что сегодня работаю на ней ну и теперь пару слов о самом аппарате которым я буду проводить сегодня процедуру у меня аппарат доктор п модель а8 с это вообще новинка двадцать третьего года но тем не менее она меня полностью устраивает смотрите когда вы закажете этот аппарат он придет к вам вот в такой коробочке обращаю ваше внимание что на самой коробке уже можно отследить оригинальность подлинность товара по qr-коду и по голограмме да девочки к сожалению очень много поделок поэтому надо быть очень внимательным дополнительно подлинность товара подтверждает еще сертификат соответствия который вложен был в коробку ну так же входит гарантийный талон и конечно же руководство пользователя далее в самой коробке расположен вот такой двухъярусный бокс очень стильный в верхнем ярусе расположен сам дерма пен в чехле в нижнем дополнительные аксессуары это и зарядник но дело в том что этим дерма пена можно работать как от сети так и беспроводном режиме аккумуляторы очень легко меняются и я лично предпочитаю работать в беспроводном режиме мне так больше нравится но здесь уже каждый выбирает сам также в комплект еще входили два картриджи девочки на 18 игл количество игл обозначено в правом верхнем углу 18 игл в принципе для новичка наверное ну можно попробовать конечно но я бы рекомендовала все таки 36 игл потому что картриджи докупаются отдельно я допустим купила дополнительным набор картриджи 36 игл и начинала я именно с 36 потому что чем больше количество игл тем менее болезненно и травматично вот эта процедура сегодня буду показывать вам на родном картридже на 18 иголках сам дерма пен видите да он достаточно тяжеленький кстати в руке он ощутим антискользящее такое покрытие покрытие есть кнопка одна она же включает она же переключает скорости и в данном аппарате предусмотрено 66 скоростей далее вот это колесико она с помощью этого колесика позволяет нам выбирать длину выхода иголки от на 0.25 до 2 с половиной миллиметра я честно говоря работаю пока на самой минимальной длине 0.25 меня все устраивает хотя на самом деле вообще есть схема значит видите да в зависимости от части лица применяются разные разная длина выхода иглы значит и опять же здесь все-таки надо ориентироваться на чувствительность она у всех разная поэтому ну однозначно начинать надо конечно с минималки далее картридж видите он выполнен форме короны что позволяет не затекать обратно сыворотки по которой мы работаем и очень просто он крепится очень просто так работать я лично предпочитаю всегда в перчатках и вам рекомендую аппарат у меня готов к использованию далее перед тем как начать процедуру следует обработать лицо как следует хлоргексидин ну о том что лицо должно быть очищено от косметики я думаю что не стоит до лишний раз напоминать как следует проходим хлоргексидином по тем участкам которые у нас подлежат так дальнейшей работе вот этим аппаратом все снимаю колпачок значит все картриджи они стерильные да ну конечно же желательно еще на всякий случай немножечко так сказать продезинфицировать хлоргексидином и хочу обратить внимание что все картриджи девочки строго одноразовые даже если вы используете вот только вы ни в коем случае второй раз картридж использовать не стоит далее я наношу сыворотку сыворотку я буду наносить поочередно так сказать не сразу на все лицо а именно сначала на ту зону которую буду обрабатывать начинаю я со лба поэтому соответственно наношу на лоб включаю устанавливаю колесико на 0 25 и начинаю работать с центра да вот такими движениями и буду продвигаться сначала правую сторону потом влевую значит вот такими линиями вертикальными с нахлёстом на предыдущую положение руки должно быть строго вот таким под углом 90 градусов если не хватает сыворотки и вы чувствуете что у вас как-то суховато можно ее добавить всегда покраснело это нормально смотрите для более глубоких морщин для проработки более глубоких морщин можно вот такими штампующими движениями пройтись дополнительно вот допустим у меня серьезная вот эта проблема с больно с межбровкой то есть сначала пройти массажными линиями а потом пройти точечно по глубоким морщинам все я теперь закрываю сывороткой то что я наработала и оставляю лоб в покое далее я спускаюсь вниз буду обрабатывать наверное сначала вот правую сторону под глазами вот прямо конкретно по нижним верхним векам я не прохожусь максимум что я делаю это вот под брови немножко могу и вот это вот именно по косточке работаю если есть какие-то воспаления или большое скопление родинок по ним естественно мы не работаем брови если использовать допустим хочу вам тоже такой совет дать если у вас допустим перевыщипанная брови вам надо отрастить имейте ввиду очень неплохо работает если использовать правильную сыворотку для роста волос как на голове так собственно и по бровям работать тоже увидите разницу так далее я наверное сейчас проработаю нижнюю часть вместе с носогубкой носогубку лучше прорабатывать вот такими круговыми движениями подбородка и под губой и под губой зону подбородка также прорабатываем круговыми движениями так сейчас я обработаю эту часть и вернусь к вам остался нос да сейчас мы тоже но немножко пройдемся опять же смотрите чтобы конечно как бы одно из противопоказаний девочки это явно выраженный купероз на крыльях носа у многих он есть допустим да по нему мы конечно не работаем чтобы не спровоцировать ухудшение а вообще мы проходим либо вот такими опять же круговыми движениями и вот так и вот такой линии вверх так ну все закончила я процедуру смотрите лицо конечно же у меня сейчас покрасневшая это нормально но у кого-то больше краснеет у кого-то меньше и это несмотря на то что я использовала все на минимал очках это у меня 025 была игла выход иглы у меня была минимальная скорость и у меня было 18 игл это даже не 12 но 12 это было бы вообще выскочено еще раз говорю если вы новичок будете впервые рекомендую начинать с 36 игл это будет менее травматично далее сейчас я полчаса лицо не трогаю у меня работает сейчас эта сыворотка через полчаса я нанесу свой смягчающий успокаивающий уход который восстановит мне и микробиом поддержит значит по поводу ухода на период пока вы проходите курс мезотерапии надо исключить из своего ухода ретинолы и ретиноиды и кислоты девочки и обязательно обязательно использовать spf защиту по поводу как долго проходить курс как часто делать процедуры все это вы найдете в подробно так сказать расписанном протоколе проведения процедуры в инструкции по поводу противопоказаний ну это беременность кормления это сахарный диабет это какая-то большая очаговая такое воспалительные моменты на лице допустим это какое-то большое скопление родинок ну вы тоже понимаете и с куперозом тоже надо быть очень осторожным вот так что рассказала по моему вам все спасибо что посмотрели надеюсь видео для вас было сегодня информативно сегодня я с вами прощаюсь правда ненадолго до скорых встреч пока пока